Меня зовут Дарья Муратова, я руководитель Алтайской драмы с городом Новокузнецк. Смотрели разные франшизы, варианты франшиз, в общем остановились на Алтайской драмы, так как у нас в Новокузнецке, рядом с Новокузнецком находится Алтай, и люди знают про это место, а сейчас уже это место стало популярнее только к Сибири ближе, так же и Москва, и другие области знают про Алтай, поэтому рассмотрели эту франшизу, очень понравилась концепция, ну и попробовали, и не ошиблись. Так как мы не вели бизнес, то есть ни я, ни муж, никогда у нас не было своего бизнеса, конечно, страхи были, что не получится, что не пойдет, что к нам люди не придут, что, ну вообще в принципе, да, что откроемся, и что дальше, что делать дальше. Но так как управляющая компания помогает, и это действительно так, то есть все это на моменте уже обсуждения, перед тем, как открывать все это обговорили, и эти страхи, в принципе, были, ну так скажем, понятны, что не нужно ничего бояться, все будет, будет везде помощь. Небольшая часть денег у нас была своя, остальную сумму мы брали в банки, кредит, ну и там уже по истечению, там, когда мы открылись, и спустя год мы уже закрыли эти кредиты, которые мы брали полностью. Брали больше, наверное, изначально на ремонт брали, потому что было, немножко не хватало, и отсюда мы взяли небольшой кредит. Да, конечно, помогало, на каждом этапе была помощь, то есть изначально мы искали помещение в своем городе сами, скидывали, онлайн показывали видео, ну, все возможные способы. Помещение, конечно, найти было, наверное, такой самый долгий этап был, потому что нужно было согласовать, что были кабинеты, что было удобно, там, для людей, парковка и все дела. Екатерина Петровна и Николай были всегда на связи, помогали в подборе, говорили, что если не подходит, то почему не подходит, да. Вот, в итоге мы нашли помещение, дальше приступили к ремонту. Ремонт тоже такая достаточно долгая история, но, говорю, на каждом этапе была помощь, в принципе, мы справились, в течение месяца мы уложились в ремонт, и как и планировалось. Круто! Изначально, да, идея франшизы, в принципе, это очень крутая идея для тех, кто никогда не вел бизнес. Объясню почему, потому что, действительно, на каждом этапе это не просто слова, а на каждом этапе вам помогает управляющая компания, помогают маркетологи, помогают, ну, все люди, которые причастны к этому делу, помогают. То есть вы не остаетесь одни с каким-то вопросом, да. Все моменты можно спросить, уточнить, узнать, там также есть опыт других франшиз, которые открылись уже давно, да, и можно что-то узнать. В общем, помощь есть всегда. Советую не сомневаться, открывать, так как у меня, например, в Новокузнецке. Первый филиал мы открыли в 2019 году, далее через полтора года мы открыли второй филиал, и спустя год или полтора мы открыли третий филиал. То есть в Новокузнецке у нас три филиала. Думаю, это такой значимый показатель того, что действительно бизнес рабочий. Все, что, повторюсь, обещает и говорит управляющая компания, все так и есть. То есть все, что вы будете видеть в договоре, то, что будет прописано про помощь, про какие-то моменты, это все так и будет. Думаю, что совет такой, что не нужно бояться, нужно пробовать, действовать и зарабатывать.